здравствуйте друзья у нас светлана испытывает на себе ну и не скажу что последние но достаточно новые технологии в даже как назвать эту индустрию по-английски это называется прессе как по-русски прессе да ну хорошо вот эти прессе ну расскажи но это разновидность прессе прессе занимают чтобы выровнять зубы там дети ходят с вами прессе в данном случае есть разновидность есть медицинские показания по которым взрослым нужно тоже допустим что-то там поправить когда жевать удобнее было неважно висанские показания до этого у кого-то эстетически у кого-то медицинские неважно так вот вот это инвизи-лайн это съемные прессе которые нужно снимать во время еды остальное все время носить какую часть суток прессе среди вот инвизи-лайн должно быть на человеке не меньше 20 часов сутки то есть они должны быть практически все время и в этот момент ничего нельзя брать в рот она с одной стороны хорошо вот только воду только вот и не горячим потому что для похудения вот я говорю это неудобно для похудения но прошло еще мало времени увидим вот но дело все в том что она звучит так хорошо потому что они пишут я читала репорты что они исправляют любой прикус там любые дефекты и все такое то здесь человек достаточно дисциплинированный для того чтобы там каждый раз снимать их перед тем как принимать пищу потом почистить зубы там прополоскать рот почистить эти прессе садить это делать это там скажем сколько-то раз в день до как бы вот хорошие результаты получается то о чем они не говорят что они снимаются безумно сложно и вообще все это страшно не гигиенично потому что в россии показывает как нужно запихивать пальцы в рот и ногтями их отдирать и они еще не слезают чтобы один вот на форумах люди обсуждают это это как бы массово понимаешь как я пошла читать формы тогда когда столкнулась потому что до этого я почитал или так литературу вроде все хорошо но форма не искала я смотрела больше на результаты там на что такое но когда я стал посещала те кто продает это было нет нет я читала мнение отзывы я читал нормально все было но когда я столкнулась с этим и мне первый раз их это самое надели я поняла что снять их не могу а снять не можно из кушать не можешь очень просто все вот поняла что снять не могу тут мне такая паника легкая хватило да я думаю как же вообще не снимает тогда я пошла читать а как их снимать и вот тут-то я наборолась уже на место где люди обсуждают что снять их таки да сложно вот и предлагаются же разные способы кто-то предлагает там есть инструменты у дантистов на стакане такой вот я не знаю как они называются ночью они заканчиваются такой иглой это для того чтобы делать когда делают это чистку зубов они таким крючком таким даже крючок это скорее иголка выковыривается и они вот этой иголкой приспособны это больно то если ты чуть промажешь ты промажешь страшное страшное я только подумала мне уже нехорошо здорово но кто-то говорит у них ногти крепкие там они запихивают пальцем рот снимает я поняла что это очень серьезная проблема и все ты нашла решение но я первые сутки пошла спать а у меня так вот устроен мой организм что меня во сне мысли крутятся да и по сне приходит решение когда я утром проснулась я поняла что нужно искать вязальный крючок я стала рыться в своих этих самых аксессуары и таки нашла крючок не очень большой еще советских лет до которого прежде собой дело все в том что до нашла один крючок который был достаточно маленький интеллигентный чтобы подцепить это когда они сидят это больше как для машинного вязания большой крючок не влезает просто должен быть достаточно тонким а вот и да после этого я подумала что как-то у меня такой ненадежный крючок советского производства надо что-то купить такое более такое серьезно покрепче и стала делать research а эти крючки оказывается для вязания они идут по номерам причем номер не имеет никакого отношения к размеру это крючка я провела целое исследование как какой минус такой минус в результате купила целый сет в котором набор там все 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 японские крючки друзья японские дошли на офис я думаю чтобы это было чтобы это значило да конечно с этими крючками это же совершенно другая жизнь вообще но все-таки скажи свет вот в пользу советского крючка еще тот еще крючок советский он мне в первый день помог все-таки это делать снять вот такому страны нет а крючок а это самое самое смешное что когда я стала читать форум уже найдя крючок да я стал читать форум дома как же другие люди и они тоже говорят что мучаются ужасно а ты написала бы так нет я читал 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 и вдруг какой-то доктор да какая-то компания вдруг предлагает какие-то тулы инструменты да я даже попробую эти инструменты это ерунда по сравнению с крючком чепуха и вдруг какой-то врач из какого-то штата пишет что нужно использовать крючок для вязания вот это крошета крошета специально тонкая нитка и для него стало быть нужны тонкие крючки и я очень была горда собой что надо же и без всяких бакторов сама додумалась для для тонкого крючка оказывается вот врач тоже ты скажи может быть ребятам вот эта система инвизи-лайн чем она отличается вот допустим от обычных брейсы смотри обычные брейсис и они одеваются постоянно на какой-то срок и дальше ты ходишь каждые две недели к врачу и ты с ними кушаешь да да но дело все в том что когда ты с ними кушаешь что-то попадает кусочки еды который очень трудно вытащить оттуда поэтому спаляются десны там есть свои проблемы они царапаются вот это инвизи-лайн это очень такая технологически серьезная штука а это совсем не непросто это мы так разговариваем так виде хохмачки да на самом деле там делаются очень серьезные снимки и фотографии и дальше вот эта компания компьютеризированным способом рассчитывает на каждые две недели отдельный отдельные сет этих вот брейсисов ну то есть грубо говоря такую челюсть туда-то этих брейсов до каждые две недели поэтому через каждые две недели нужно одевать новую пару которая немножко больше там зуб куда-то сдвигает почему она называется инвиза а то есть не видно ничего то есть она из прозрачного пластика прозрачный пластик то есть когда ты их носишь вообще никто не видит то есть вместо того как вот в классических прайсис прайсис там подкручивают периодически тебя там винтик подкручивают и зубы там куда-то сдвигаются значит вот это инвиза лайн там ничего не подкручивать она больше этого нового пара одеваешься их 2 до вниз значит ты берешь пару этих вот накладок и вечерин деле другую пару другую пару другую пару и то есть когда ты получаешь это по почте к нам пришло но это пришло в докторский офис потому что и там приходит коробка здоровенная дорогая коробка и в этой коробке все вот эти вот челюстишки единственное что я скажу что конечно там но у всех назначается разный срок в течение которого нужно их носить потому что в зависимости от того какие проблемы до зубами нужно определяется разный срок но мне дали срок 44 недели то в общем довольно много почти целый год то есть двадцать семь двадцать два сета на 40 то есть некоторые подольше носить на сорок четыре сорок четыре 44 но это почти целый год и получается такая история что в целом на самом деле это не очень удобно для детей бы я сказал что это вообще неприемлемо потому что они в состоянии снимать это одевать и кушать и не забыть кто-то для детей делать я не знаю ой 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 что мы что делаем вот и для взрослых это в общем-то серьезно потому что конечно в ресторан пойти я пока что не чувствую себя в силах вот поэтому мы исключительно питаемся дома что неплохо она неплохо да более того действительно конечно все время дома что-то так схватишь перерыва здесь очень не хватаешь и конечно я думаю что это должно сказаться на весь да мне даже это нравится да вот прошло уже две недели это мне даже нравится а есть не хочется вообще совсем есть не хочется очевидно потому что я еще полощу рот и там получается челочная среда наверно поэтому ничего челочная среда а я добавляю там такие всякие штучка в воду для полоска и получать челочная среда есть вообще не хочется ну что же я думаю вот если кому интересно то я буду очень рад а я даже знаю что я эту инвизу лайн найду там в картинках и прямо вот сделаю заставочку с ней чтобы людям сразу было видно о чем идет речь ну что света я тебе желаю как бы успешного применения прохождения да во всяком случае пока что прошло две недели я целом пока что довольна то есть заключением того что есть бытовые неудобства привыкаешь ко всему сыну я тебе говорю куда-то пойти это проблема от дома нормальные отлично отлично все ребят счастливо